Я родился и живу большую часть своей жизни в Элисте и скорее всего никуда отсюда не перееду жить. Поэтому меня хоть и интересуют всякие технические инновации и как их применяют люди в других городах и регионах, мне нравится их изучать, в чем-то адаптировать к нашим условиям и затем внедрять их в Элисте и Калмыки. Но с этим как раз таки сложно, даже не представляете насколько сложно, постараюсь объяснить. К концу 18-го, начало 19-го века в Западной Европе начался процесс технологического прогресса. Появились намного более производительные станки, особенно это косу из ткацкого производства. Теперь один станок мог заменить большое количество ткачей, был гораздо производительнее и качественнее. Мануфактуры стали превращаться в фабрики и заводы, производительность труда стала расти, но вместе с этим появилось и движение против технического прогресса. Ткачи опасались, что они останутся без своего хоть и копеечного, но дохода. Ткачи объединились и стали называться лудитами. Своим предводителем они считали некого Неда Луда. Лудиты быстро самоорганизовались в Англии, вокруг индустриальных городов и принялись крушить фабрики и заводы. Дело приняло серьезный размах. И пока в материковой Европе шли битвы с Наполеоном Бонапартом при Бородино и Ватерлоу, английское правительство жесточайшим образом подавляло лудийские восстания. Уничтожение машин, индустриальный саботаж было объявлено преступлением, наказуемым смертной казнью. Было много казненных. Многих отправили в Австралию и ссылки по колониям. Конечно, рабочих тех лет можно понять, ведь квалифицированные ткачи запросто могли оказаться на улице без средств к существованию, потому что работодатель мог нанять менее квалифицированных работников и с помощью станков выпускать больше тканей. Так что не стоит думать, что технический прогресс спокойно широко шагал по Европе. На его пути было множество препятствий, появились даже литературные произведения против прогресса. Писательница Мэри Шелли написала о безумном ученом. По сюжету он создал из мертвой плоти чудовище, которое потом стали называть Франкенштейн. По фамилии создателя. Понадобился целый век, чтобы технический прогресс прижился и все-таки, несмотря на опасения английских рабочих, вывел Великобританию на ливидирующие позиции в мире. А условия труда работников заметно улучшились. И все же неолудизм получил некоторое распространение в моей родной листе в 21 веке. Корни этого явления, конечно, другие, чем у лонганских ткачей 19 века. И, наверное, и в других городах и регионах. Но меня интересуют и листа, и калмыкия. Что мы имеем? Перед нами город, получивший некоторый тюнит в духе начала 21 века. Но технологическая начинка как была советская, так и осталась. Так вот, в связи с устареванием технологической системы города, мы имеем огромный горок системных проблем. Главная проблема технологическая осталась. Моральный и физический износ. Что выливается в чудовищную неэффективность систем ЖКХ и, как следствие, бесконтрольный рост тарифов. Все это происходит из-за полного отсутствия технологической политики в городе и листа, о чем я неоднократно сообщал нынешним городским руководителям. Складывается впечатление, что мэрию и листы захватили неудисты вместе с основателем лудизма Недом Лудом. Только они не ломают инфраструктуру, а равнодушно взирают, как она приходит в полную негодность. Так каковы приводные ремни подобного образа действий городских руководителей? Первое. Это полная неграмотность в отношении городской инфраструктуры. Отрицательный отбор выбил всех более-менее грамотных специалистов в городской администрации. В городской администрации процветает кумовство и назначение руководителей по принципам личной преданности. В скобках жаболизы. Второе. Отсутствие инициативы зиждется на нежелании что-либо менять, чтобы ни за что не отвечать. Отсутствие поставленных целей им просто незачем. За силе городской администрации воинствующих посредственностей. Непозволительно что-либо менять без согласия некоторых персон. Любой высунувшийся подвергается обструкции или объявляется городским сумасшедшим. Похоже, у меня есть уже этот статус. Приобрел я его, когда еще в 2019 году продвигал идею точки роста городской экономики. То бишь технопарк. И что же, ввоз и ныне там. Федеральное правительство выделило на это немалые суммы. Все прописано в индивидуальной программе развития республики Калмыкия. А сам технопарк только планируют создавать в 2023 году. Кстати, привет министру экономики РК. Очень действенно. Так к чему все это привело? Например, Элиста-водоканал. Муниципальные предприятия. Здесь в нулевые годы все же поменяли большое количество водопроводных сетей. Но необходима замена водоводов и обновление насосных станций. Особенно второй подъем в Верхнем Яшкуле. Нужна масштабная реконструкция канализованных сетей. Вместо этого в 17 безответственно вмешивается один из зампредов правительства со своей станцией очистки воды. Придется, скорее всего, обратиться в правоохранительные органы от общественного движения, чтобы подобного решения, приводящего к экологической катастрофе, был на будущее ответственный в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. Оставим, так сказать, бумажный след, чтобы не получилось, как с Левакумским водоводным, где так и не ясно, кто продавил решение о строительстве заведомо неработающего объекта. Акционер на общество Энергосервис. Организация построена на советских принципах, то есть жутко централизованная и неэффективная, потому что тогда энергоносители стоили сущие копейки. Теперь в нынешних условиях это предприятие обуза для всех, от которой отказаться нельзя. Но городская администрация все же сделала попытку дезертировать с поля боя, передала контрольный пакет акций в МинЖКХ. А ведь необходимо начать программу децентрализации теплоснабжения города. И ни для кого не секрет, что индивидуальное отопление жильцам обходится гораздо дешевле. Конечно, в каждой квартире котел не поставишь, проектные решения времен Хрущева не позволяют это сделать, но индивидуальную котельную на каждую пятиэтажку вполне можно. Все это обнить общей системой автоматизации, телеметрии, диспетчеризации. Такой путь надо начинать. Да, он трудный, но другого пути нет. Управляющие компании, как метеоры в плотных слоях атмосферы, сгорают в одночасье. Кто им создает такую атмосферу? Городские власти. Для населения делают как бы заботливые лица, а сами устраивают форменный беспредел в отношении и так еле живых управляшек. Привлекают для казни вечно штрафующую, ничего не анализирующую жилищную инспекцию. При этом совершенно не занимаются проблемами уничтожающей и управляющей компании. Конечно, проще признать слабого вечно виноватым, чем заниматься настоящими проблемами. Еще один стратегический вопрос, от которого отмахивается мэрия, это энергоэлектроснабжение города. Удешевление киловатт-часа существенно повлияет на экономику города. Уменьшатся издержки, появятся новые рабочие места, сократится отток денежной массы из города. Решение этой проблемы есть, об этом я тоже неоднократно говорил руководителям, но они способны только покупать втридорого чужие технологии. И понятно почему. Откуда взяться нормальному сервису в ЖКХ, если городские власти только имитируют бурную деятельность и живут одним днем? Короче, изменения нужны системные, последовательные, приводящие к реальным результатам, а не по индикаторам, высосанных из пальца. И самое главное, нужно вытравить неолудистов из власти, для которых технический прогресс это некий франкенштейн, страшный и непонятный. Теперь о моих проектах. После встречи с руководством Газпром газораспределения листа, мы договорились, что я буду разрабатывать систему бестраншейного ремонта газопроводов, поскольку очень большое количество трубопроводов в листе находится под новеньким асфальтовым покрытием. Первый элемент системы я уже построил. Называется он тросовый разрушитель. Фотографию прилагаю. Этот станок имеет осевое усилие 40 тонн. Он протаскивает нож-разрушитель в конической обойме внутри старого трубопровода и тащит за собой паровозиком новую трубу, обычно полиэтиленовую. Все это происходит под землей от приямка к приямку, расположенных друг от друга на расстоянии 100 метров. То есть, чтобы капитально починить трубопровод длиной 1 км, потребуется выкопать около 10 небольших котлованчиков. Не надо будет разбивать огромные площади нового асфальтового покрытия. Еще предстоит сделать гидравлическую станцию и разработать еще две системы ремонта. Протаскивание у лайнера и свечлайнинг. О рабочих испытаниях систем сниму ролики. Эти две системы экономически более выгодны, чем первая. Из-за возможности применения труб с более тонкой стенкой, то есть более дешевой. Потому что конструкционную прочность эти трубопроводы будут иметь и за счет старой трубы. Но надо будет еще построить устройство и приготовить технические выкладки. В работе есть еще и другие полезные проекты. Так что все будет хорошо. Движение жизни. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал Зан Онлайн с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходят почти ежедневно, и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы пятейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид. Как бы они ни назывались и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая, больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 76 64. С уважением, Максим и будущая команда канала ZAN Online.